Девушки отдыхают Бюджет за 10 долларов. Американцы раскупают главный финансовый документ страны на следующий год. Госдеп ждут сокращения, а Пентагон — дополнительные средства. 50 тысяч долларов. Бывший советник Трампа по национальной безопасности генерал Флинн выступал в России за деньги. Каждый сантиметр снега влетает Нью-Йорку в копеечку. Северо-Восток США подсчитал ущерб от снежной бури Стелла. И во Франции после стрельбы в школе и взрыва в здании Международного валютного фонда объявлена террористическая угроза. Дональд Трамп готовится к новой битве — битве за госбюджет. Сегодня президент США направил в Конгресс брошюру, в которой прописан предварительный план бюджета страны на 2018 финансовый год, который начнется 1 октября. Эту книжечку с лозунгом «Сделаем Америку снова великой на обложке» можно купить за 10 долларов. А моя коллега Мария Гордон уже изучила план, причем совершенно бесплатно, в его электронной версии. Этот бюджет — не просто тонкая брошюрка с патриотическим призывом на обложке. Это демонстрация новой идеологии, которая в ноябре взяла штурмом исполнительную ветвь власти в США. В целом, проект бюджета твердо следует цели исполнить все предвыборные обещания Трампа. Мы работали так. Мы поговорили с президентом, мы изучили все его речи, когда он боролся за Белый дом, чтобы понять, каково его видение, во что он верит, что он обещал избирателям. В ходе избирательной кампании Трамп обещал сократить количество госслужащих, чиновников, политиков. Но начнет он это делать с тех структур, которые ему кажутся наименее полезными. Это охрана природы. Бюджет агентства по защите окружающей среды сокращен на 31% или более чем на 2,5 миллиарда. Будет сокращено 3200 работников, то есть 1,5 всего кадрового состава. Госдепартамент потерял примерно столько же, сколько защита природы – 28% финансирования. Министерство здравоохранения – 18%. Национальный институт здоровья, передовое научно-исследовательское учреждение, потеряет 400 миллионов долларов. А вот кто в битве за металл уже победил, так это Пентагон. Белый дом предложил 9% рост финансирования Минобороны. Это 54 миллиарда долларов. И Министерство внутренней безопасности получит дополнительно около 3 миллиардов. На начало строительства стены на границе с Мексикой. Хотя совсем недавно Трамп обещал, что за стену американцы платить не будут. И Мексика заплатит за эту стену. 100%. Теперь Белый дом запросил срочный транш на 1,5 миллиарда, еще до утверждения бюджета. Параллельно будет сокращено финансирование Организации Объединенных Наций. Те проекты, которые направлены на борьбу с изменениями климата в особенности. Урежут и отчисления во Всемирный банк на 650 миллионов долларов. Оставшиеся деньги, прописанные в проекте бюджета, будут направлены на помощь странам, которые представляют непосредственный стратегический интерес для США. Что за страны, не сказано. Впрочем, сейчас это только проект федерального бюджета, который еще предстоит пройти утверждение в обеих палатах Конгресса США. Бесспорно одно, битва за бюджет Трампа будет затяжной и без потерь не обойдется. Мария Гордон, телекомпания RTVI. Более 50 тысяч долларов получит бывший советник, получил бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн от российских компаний. Эту информацию сегодня опубликовал американский конгрессмен-демократ Элайджа Каминг. В официальном письме на имя Дональда Трампа, а также руководителя Пентагона и ФБР, утверждается, что деньги Флину заплатили сразу три крупных российских компаний. В частности, более 30 тысяч долларов генерал получил от российского телеканала RT. Кроме того, по 11,5 тысяч Флину заплатили транспортная компания «Волга-Днепр» и лаборатория Касперского, которая известна своими разработками в сфере кибербезопасности. По информации конгрессмена, российский телеканал заплатил генералу за участие в гала-концерте, на котором был и российский президент Владимир Путин. Каминг теперь требует от руководителей ФБР и Пентагона проверить, предоставил ли генерал Флин информацию об этих гонорарах перед тем, как занять государственный пост. Напомню, что советник по нацбезопасности был уволен после того, как стало известно, что генерал общался с российским послом Сергеем Кисляком накануне своего назначения в Белый дом, но скрыл детали переговоров от руководства страны. Добавлю, что в Москве скандал вокруг Флина назвали охотой на ведьму. США осуждают российскую оккупацию Крыма и требуют немедленно вернуть полуостров Украине. Об этом сегодня заявил официальный представитель Госдепартамента США Марк Тонер. Заявление было опубликовано на официальном сайте Американского внешнеполитического ведомства. За последние три года оккупационные власти в Крыму развернули кампанию по подавлению несогласных. На полуострове оккупированном России правозащитники задокументировали пропажу людей, расправы и убийства, пытки и принудительные психиатрические границы. Российские оккупационные власти в Крыму подавили и вынудили закрыться неправительственные организации и независимые СМИ. И на протяжении долгого времени не пускали иностранных наблюдателей на полуостров. Тонер еще раз напомнил, что Соединенные Штаты не признают результаты референдума, который прошел в Крыму три года назад, в результате которого Москва установила контроль над территорией полуострова. Напомню, что накануне представители банковского комитета Сената США заявили, что санкции в отношении России должны быть сохранены до тех пор, пока в России не произойдут существенные перемены. Более того, сенаторы не исключили расширение санкций. При этом и демократы, и республиканцы не раз высказывали опасения, что Дональд Трамп может ослабить экономическое и политическое давление на Кремль ради улучшения отношений с Владимиром Путиным. Соединенные Штаты не должны доверять России, об этом заявила постоянный представитель США Прион Ники Хейли в интервью NBC. По ее словам, в Вашингтоне очень серьезно относятся к информации о том, что именно Россия стоит за хакерскими атаками на Яху и штаб демократов во время выборов президента США. Мы сейчас знаем, что Россия стояла за хакерскими атаками на аккаунты Яху, за хакерскими атаками на штаб демократов во время президентских выборов, что президент должен сделать в ответ. Он воспринимает это серьезно. Мы не можем доверять России. Мы никогда не должны доверять России. Это все просто воспринимает серьезно? Что еще? Что касается возможной атаки хакеров во время выборов, именно для этого и проводится расследование. Мы должны узнать, что произошло. Мы должны усилить санкции? Мы должны узнать факты и должны использовать все возможные ответные меры, но сначала мы должны узнать факты. Напомню, Миньюз США предъявил обвинение двоим сотрудникам ФСБ России Дмитрию Докучаеву и Игорю Сущину, а также двоим хакерам Алексею Билану и Кариму Баратову. Всех их подозревают во взломе Яху. Компания еще в прошлом году сообщила об утечке данных 500 миллионов пользователей, но только накануне стало известно, что к кибератаке причастны россияне. Впрочем, официальный представитель МИДа России Мария Захарова обвинение в адрес Москвы назвала попыткой отвести внимание общественности от недавнего скандала с публикацией WikiLeaks. Знаменитый сайт с крайне неоднозначной репутацией опубликовал несколько тысяч документов, которые якобы подтверждают, что ЦРУ имела доступ к электронным устройствам пользователей по всему миру. Сенат США не нашел доказательств того, что башню Трампа в Нью-Йорке прослушивали. Об этом заявил спикер баллета представителей Пол Райан. Таким образом, на Капитолии фактически опровергли гневные заявления Дональда Трампа, которые он оставил у себя в Твиттере две недели назад, когда обвинил своего предшественника Барака Обаму в прослушке резиденции на Пятой авене в Нью-Йорке. Чем закончится этот скандал, обсудим с нашим политическим обозревателем Владимиром Козловским. Он присоединяется к нам в эфире. Владимир, добрый вечер. Привет. Сравнительно молодой журналист Такер Карлсон получил свою собственную передачу на Fox News совсем недавно, но быстро сделался одним из самых популярных ведущих единственного консервативного телеканала Америки. В среду Карлсон взял у Трампа большое интервью и, в частности, коснулся его сенсационного утверждения, что Барак Обама распорядился поставить на прослушку его резиденцию Трамп Тауэр. Пресса спустила за это на Трампа всех собак, хотя из его интервью явствовало, что он узнал о прослушке от нее же, прежде всего из статьи New York Times за 20 января. Согласно версии прессы, основанной, как водится, на анонимных источниках, Обамовские Минюст и ФБР подозревали, что помощники Трампа, и, возможно, он сам, участвуют в каких-то темных сделках с двумя российскими банками. И начали уголовное расследование, которое ничего предуседательного не обнаружило. Вместо того, чтобы просто прекратить следствие, обамовские дознаватели решили зайти с другой стороны и расследовать потенциальные угрозы национальной безопасности. Это уже совсем другая категория дел, требующая санкции секретного суда, который заседает в здании Минюста в комнате без окон и дает разрешение на прослушку. Она включает несколько категорий слежки – старомодную прослушку разговоров, перехваты мейлов и прочее. В июне Минюст обратился в спецсуд, который крайне редко ему отказывает, но тут отказал. В октябре, незадолго до выборов, обамовцы подали в спецсуд новую редакцию своего прошения и суд прослушку трампистов разрешил. Тогда получается, что утверждения Трампа имеют основания, но доказательств этого пока кот наплакал? И да, и нет. Вашингтон-Пост, например, говорит, что она не подтвердила факт осуществования этих прошений в спецсуд. Нью-Йорк Таймс, наоборот, пишет, что по ее данным, обамовский Минюст прослушивал как минимум трех советников Трампа – Пола Манафорта, Картера Пейджа и Роджера Стоуна. С другой стороны, глава разведывательного комитета Конгресса Деви Нунец заявил на этой неделе, что комитет пока не нашел подтверждения версии о прослушке Трампауэра. Представитель старого режима Кевин Льюис заявил после обвинений Трампа, что ни президент Обама, ни кто-либо из сотрудников Белого дома никогда не приказывал установить слежку ни за одним из граждан США. Тут все неправильно. Во-первых, слежку приказывает проводить не президент, а его Минюст, который должен получить на это разрешение спецсуда. Во-вторых, при Обаме спецслужбы следили за американцами столь самозабменно, что за ушами трещало. Взять хотя бы прослушку в 2013 году телефонов корреспондента Fox News Джеймса Розина и даже его батюшки Майрона, живущего у нас на стате Найленде. В том же 2013 году слежки подвергали сотрудники агентства Ассошеидед Пресс. После того, как она начала расследовать события в Бенгазе, корреспондент CBS Шерил Аткисон обнаружила, что кто-то вломился в ее домашние и служебные компьютеры. Сейчас бы сразу решили, что это орудовала, конечно, Россия. Но дело было в 2014 году, и нанятый журналистский эксперт заключил, что орудия взлома явно принадлежали властям США. В том же году глава Сенатского комитета по разведке, демократка Дайан Файнстайн, публично обвинила ЦРУ во взломе закрытой компьютерной сети Конгресса США. Так что Обама вполне мог проявить нездоровый интерес и к обитателям Трамп-Тауэра. Но доказательств этого пока кот наплакал. Спасибо, Володя. Это был наш политический обозреватель Владимир Козловский. Второе поражение Дональда Трампа. Новая версия антииммигрантского указа, вопреки чаяниям американского президента, сегодня не вступила в силу. Действие этого документа, так как и предыдущего, было заблокировано судом. Трамп уже назвал случившееся беспределом. По мнению многих, произошедшее это беспрецедентный судебный беспредел. Речь идет о безопасности страны. Это решение суда делает нас слабее. Кто-нибудь думает, что судья сделал это не по политическим причинам? Я думаю, нам стоит вернуться к первой версии указа и судиться до конца. Президент США, по всей видимости, обещает дойти до Верховного суда. Трамп вновь недоволен решением судов низшей инстанции, заблокировавших уже второй антииммигрантский указ Белого дома. Если бы не судей из штата Гавайи и Мэриленда, то уже сегодня в Соединенные Штаты не пустили бы жителей шести, преимущественно, мусульманских стран. Служители Фемиды уверены, что обновленный указ, как и его первоначальная версия, является дискриминационным по религиозному принципу. Эти просто сформулированные утверждения придают заявленную президентским указом светскую цель. Наша позиция заключается в том, что когда президент и его администрация заменила первый президентский указ вторым, они не убрали из него фактор дискриминации по принципу национального происхождения и религии. Они лишь заменили массу слов более нейтральными формулировками. Но этого недостаточно, чтобы аннулировать многие прежние заявления, сделанные президентом, и, по его же словам, являвшиеся запретом на въезд для мусульман. Президентский указ, напомню, предписывал не выдавать визы пока на 90 дней жителям шести стран – Сирии, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена, и на 120 дней не впускать беженцев. Предыдущая, первая версия запрета Трампа также включала в себя Ирак и предписывала не впускать в Америку граждан этих стран даже при наличии у них действующих виз. Это вызвало волну протестов во многих штатах. В результате судья из штата Вашингтон заблокировал действия трамповского указа. Теперь Белый дом, скорее всего, подаст апелляцию, и в случае, если апелляционный суд встанет на сторону Трампа, дело имеет шансы дойти вплоть до высшей судебной инстанции. Членам Верховного суда придется выяснить, соответствует ли президентский указ философии американской конституции. Пока же Америка по-прежнему открыта для туристов и иммигрантов из мусульманских стран. Это новости на канале РТВА и далее в эфире. Каждый сантиметр снега влетает Нью-Йорку в копеечку. Северо-восток США подсчитал ущерб от снежной бури Стелла. И во Франции после стрельбы в школе и взрыва в здании Международного валютного фонда объявлена террористическая угроза. Все это через минуту на канале РТВА. Оставайтесь с нами. Это новости на канале РТВА и продолжаем выпуск. Два миллиарда долларов за снегопад. Власти Нью-Йорка подсчитали убытки от бури Стелла, которая обрушилась на восточное побережье США во вторник. Буран оказался вовсе не таким сильным, как ожидали синоптики, но последствия его до сих пор не ликвидированы. С подробностями Ксения Муштук. Вашингтон, Филадельфия, Нью-Йорк и Бостон. Неизвестно, чего следует ожидать местным жителям, но ясно одно. Там будет много снега. Снег должен пойти прямо сейчас. За короткое время его выпадет очень много. Мы вводим режим чрезвычайного положения в Нью-Йорке. Ждали синоптики, ждали власти, ждали местные жители и даже туристы. Закрыли школы и госучреждения. Встали автобусы, не ходили поезда, не летали самолеты. А она не пришла. Зимняя буря Стелла, вопреки прогнозам метеорологов, оказалась дамой с очень мягким характером. Хоть и обошлась городу, вовсе не дешево. За 19 сантиметров выпавшего снега Нью-Йорк, по данным экспертов, заплатил не менее 2 миллиардов долларов. В эту сумму входят потери службы общественного транспорта, владельцев магазинов и взявших выходной за свой счет родителей. Ну а потраченные нервы и полученные травмы нью-йоркцев, которые пытались добраться до работы в условиях гололеда, не измерить с никакими деньгами. Снега, возможно, было и не так много, как сулили метеорологи. Но город, увы, был не готов и к этому количеству. Впрочем, власти говорят, что сделали все возможное, подготовились к снегу. А в Нью-Йорке в итоге было больше ледяного дождя. Метеорологи меня всегда разочаровывают. Очень хотелось бы, чтобы они были точнее в своих прогнозах. Мать природа – непредсказуемая барышня. Так случилось и в этот раз. Синоптики, в свою очередь, оправдывают с тем, что они не могут предсказывать погоду, а только предполагать различные сценарии и предупреждать об этом. А мне кажется, что пора устроить публичную дискуссию. Кто несет ответственность за решение властей? Каждый сантиметр убранного снега городу обошелся в 800 тысяч долларов. Это 1600 снегоуборочных машин, 700 единиц техники и 2500 коммунальщиков. Однако качество этой уборки, по словам горожан, оставляет желать лучшего. Вот на той стороне очень много снега. Проверить невозможно. Я видел, там на каблуках одна девушка пыталась пройти, но у нее не было шансов. Нужны хорошие ботинки. Это ужасно, просто кошмар. Я оплачу налоги, и куда они уходят, мне кажется, они должны были все это убрать. Нью-Йорк через двое суток после снегопада больше похож на поле для тренировок военных или спецназовцев. Вот такие сугробы приходится преодолевать горожанам. Почему власти Нью-Йорка предупреждены, вооружены, но мало что делают, а если и делают, то очень медленно, на этот вопрос у мегаполиса пока нет ответа. К синему штуку Александр Бабаев, телекомпания Artvai, Нью-Йорк. И еще из новостей четверга. Во Франции объявлена террористическая угроза. Решение принято после стрельбы в школе города Грасс на юге страны. По данным СМИ, огонь открыл 17-летний школьник, вооруженный пистолетами и ружьем. Подозреваемый задержан на месте. Бойня в лице Грассы произошла буквально через несколько часов после взрывов в Париже. В офисе Международного валютного фонда бомба была заложена в почтовый конверт. Легкие ранения получила сотрудница МВФ, которая его вскрыла. Ответственность за взрыв взяла на себя греческая леворадикальная группировка заговор пожарных. Французский президент Франсуа Алланд назвал произошедшее терактом. Лидеры политических партий Нидерландов приступили к предварительным переговорам по созданию коалиции. По итогам прошедших в среду парламентских выборов, уверенную победу одержала правящая партия премьер-министра Марка Рюрте. Народная партия за свободу и демократию получила 33 депутатских мандата из 150. Ультраправая партия свободы популиста-евроскептика Герта Вилдерса, которой предрекали успех на выборах, заняла второе место, получив 20 кресел в парламенте. Выборы в Нидерландах называли тестом для Европы. Они должны были показать, насколько высока вероятность прихода к власти в странах ЕС крайне правых политиков. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй высказалась против проведения повторного референдума о статусе Шотландии. Эдинбург вновь заговорил о независимости на фоне предстоящего выхода Соединенного Королевства из Евросоюза. В Лондоне, однако, заявили, сейчас надо думать не о том, как Шотландии выйти из Великобритании, а о том, как Великобритании выйти из Евросоюза. Сегодня же королева Елизавета II одобрила законопроект о запуске процедуры выхода государства из состава Европейского Союза. Теперь премьер Мэй может начать официальный переговор с Брюсселем. Скорее всего, британцы покинут ЕС весной 2019 года. Это все новости к этому часу. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи.